Микс Ньюс Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа Абонент Доступен. Такая квантовая запутанность у нас сегодня в эфире. Один квантовый физик не смог по техническим причинам выйти сегодня в эфир, поэтому у нас сегодня квантовый химик Дмитрий Бочаров и тема квантов, которых просил наш радиослушатель, чтобы мы подняли этот вопрос в нашем эфире. В общем-то, никуда от нас не уйдет. Ведущий исследователь Института физики твердого тела Латвийского университета, доктор физики, квантовый химик Дмитрий Бочаров с нами сегодня на прямой связи. Дмитрий, здравствуйте. Добрый день. Ну вот вчера наш радиослушатель поднял этот вопрос, когда мы говорили о космологии, о космосе, о черных дырах, он поднял вопрос квантовой запутанности и попросил нашего эксперта, который специализируется на астрономии, объяснить, что такое квантовая запутанность и почему кванты взаимодействуют друг с другом, находясь на каких-то абсолютно нереальных расстояниях. Я так понимаю, что однозначного вопроса у физиков и химиков сегодня нет. Или все-таки вы можете дать ответ, что такое квантовая запутанность и почему кванты друг друга понимают, если говорить о человеческом языке? Ну то есть здесь вот мое понимание такое, что, например, мы когда смотрим на окружающий нас мир, мы не можем сказать, почему гравитационная постоянно именно такая, какая она есть. Мы просто знаем, что это некое физическое явление, которое мы наблюдаем. И если говорить о квантовой механике, в частности, о квантовом запутанности, то вот мое примирение с этим понятием, наверное, я могу это интерпретировать так, что это правило мира, в котором мы живем. Безусловно, все студенты физики, когда они начинают изучать квантовую механику, им становится очень странно. Потому что, например, мы не можем найти одновременно, где находится частица и с какой скоростью она куда-то летит. То есть все те правила, которые случаются в микромире, они контринтуитивны. И я вот пришел с этой проблемой к моему хорошему другу, к тоже физику Диме Доценко, он чуть-чуть старше, чем я. И вот он поделился своими странными ощущениями и спросил, как мне вообще быть с этим. И он сказал мне достаточно простую вещь. Ты просто смирись, правила жизни Вселенной такие, и задача физика их исследовать и наблюдать, чтобы как можно более тщательно описать и на этом основании делать какие-то новые, например, выводы. Эйнштейн ведь называл это жутким дальнодействием, вот эту квантовую историю, квантовую запутанность. Да, ну, может быть, я чуть-чуть подробнее потом расскажу, что такое квантовая запутанность. Но отвечая именно непосредственно об Эйнштейне, Эйнштейну, в принципе, никогда не нравилась квантовая механика. Очень известен его спор с Нильсом Бором. Да, то есть что делали Эйнштейн и Бор? Они пытались друг другу демонстрировать мысленные эксперименты. То есть если мы создадим вот такую конструкцию мысленную, то как оно будет работать? И на конгрессе в 1929 году Эйнштейн в течение недели пытался убедить Бора, что квантовая механика неверна. Предлагал мысленный эксперимент. На следующий день Бор опровергал мысленный эксперимент Эйнштейна. И в конце концов в некотором смысле защитил квантовую механику. Но то, что Эйнштейн не совсем в нее верил. Есть такая знаменитая фраза Эйнштейна, что Бог не играет в кости. Это известно. С чем связано это? Ну, кстати, Бором сказал, Альберт, не надо говорить Богу, что ему делать. Тут вот тоже есть продолжение у этого диалога, насколько я помню. Да, ну как бы вот что имеется в виду. Квантовая механика, она в отличие от макромира, она вероятностная. То есть у нас, например, представим себе футбольный матч. Для радиослушателей мужчин, наверное, достаточно понятная будет интерпретация. Есть так называемые карты плотности футболистов на поле. То есть если мы посмотрим на вратаря, то зелено будет то место, где он находился в большую часть матча. Для вратаря это будет, конечно, близ ворот. Если в определенный момент мы измерим, где вратарь, ну, скорее всего, он будет недалеко от ворот. Хотя будут те моменты, когда он ушел в раздевалку и был близко к середине поля. А вот с Электронами примерно то же самое. То есть мы не знаем точно, где находится Электрон. Но у нас есть вероятность его измерить, и с большей вероятностью мы найдем его, ну, например, в случае атома водорода у нас сферическая симметрия, где-то недалеко от ядра, в какой-то источник этой сферы. Вот. 672-12-93-9 и 672-13-93-9, телефоны прямого эфира. Звоните, задавайте свои вопросы. Дмитрий Бочаров, квантовый химик у нас сегодня на прямой связи, и мы говорим сегодня о квантах. Ну, вы согласны с тем, что несмотря на то, что квантовая теория, квантовая механика уже более 100 лет широко обсуждается, сейчас у нее такое новое развитие, потому что когда физики говорят о физике, они, в общем, практически всегда уже вспоминают кванты. То есть можно ли говорить о том, что сегодня получила новое развитие именно квантовая теория и так далее? Ну, можно сказать так. Так, когда мы смотрим на любую физическую теорию, нам, прежде всего, нужно понять границы ее применимости. Например, если мы захотим посчитать какие-нибудь турбины реактивных самолетов, какие-нибудь турбины электростанций, то мы будем иметь с макрообъектами дело, и, значит, нам придется использовать известные подразделы физики гидродинамика, сопромат, сопротивление материалов, где никакой квантовой механики не будет. Но как только мы спускаемся на малые расстояния, там начинают появляться другие правила игры, именно квантовая механика. Почему она настолько нужна в современном мире? Потому что вся наноинженерия, вся электроника, все наши мобильные телефоны, они, в принципе, построены на либо маленьких объектах, либо там используются материалы, структуры которых тоже могут быть описаны многие свойства именно благодаря квантовым эффектам. Но квантовая физика не противоречит общей физике? То есть, там нет конфликтов сегодня? Конфликтов нету. То есть, если, к сожалению, нет доски, я не могу начертить вам диаграмму с двумя осями, ну, представьте себе, что у нас по одной оси отложены скорости, ну, то есть, маленькие скорости и очень большие. А по другой оси у нас отложены на расстояние. То есть, очень маленькие, на начале оси, там, сопоставимые с размером атома. Ну, и дальше увеличиваются до макромира, то есть, до нашей обыденности. Если мы находимся в квадрате с маленькими, простите, с большими расстояниями и маленькими скоростями, мы смотрим вокруг и видим нашу реальность. Если мы начинаем спускаться в малые расстояния, но обычные скорости, то мы получаем обыкновенную квантовую механику. Если у нас макрорасстояние, но мы начинаем летать быстро, близко к скорости света, то у нас получается релятивистская физика. Да, к сожалению, не так часто говоря о норском. Да, и если, наконец, мы оказываемся в малых расстояниях с большими скоростями, то у нас получается релятивистская квантовая механика. И, естественно, вопрос применимости – это мы, например, начинаем уменьшать масштаб, и в определенный момент мы переходим из обыденности в мир, где должны работать другие законы. Но если мы вернемся, то, естественно, у нас начинает работать привычная нетоновская физика, которая известна уже много столетий. Но здесь интересный момент есть, на который я обратил внимание. Опять же, когда ученые говорят о квантовой запутанности или о жутком дальнодействии, как это называл Эйнштейн, говорят о скоростях. Если, допустим, между квантами есть это взаимодействие, и передается сигнал, то эта скорость должна быть в 100 тысяч раз быстрее скорости света. Соответственно, как мы знаем из курса физики, скорость света является максимальной величиной – 300 тысяч километров в секунду. Это скорость передачи информации. Что тогда происходит с квантами с этой точки зрения? Получается, что скорость света не абсолютно и не является абсолютной величиной сегодня? Да. Может быть, тогда все-таки вернемся к эффекту, что же такая квантовая запутанность. Это означает, что у нас в системе может быть несколько объектов, но они каким-то образом связаны и чувствуют друг друга. То есть, например, мы можем в принятых процессах произвести пару фотонов, у которых будут направлены спины в разные стороны. И при том сделать именно так, чтобы у одной частицы спин был наверх, и у второй автоматически был спин направлен вниз. В квантовой механике есть очень интересная вещь, что мы не можем понять, в каком состоянии находится система без измерения. Но как только мы начинаем измерять систему, мы вмешиваемся и начинаем ломать ее. То есть, получается, что систему мы даже не можем нормально измерить, не изменив ее свойства. И у нас есть система из двух электронов, которые находятся в каком-то состоянии, и они, например, начинают разлетаться в разные стороны Вселенной. Но мы знаем, что если один электрон окажется спином вверх, второй автоматически должен находиться спином вниз. И это мы понимаем в момент измерения. И, положим, они разлетелись в разные стороны Галактики. И один мы измерили, что спин вверх, значит, второй автоматически в тот же самый момент определил свое состояние спин вниз. У меня вот один друг рассказал очень замечательную интерпретацию. Положим, у вас есть два носка. Они находятся в каком-то состоянии, они совершенно одинаковые. Но как только вы надеваете носок на левую ногу, вторая автоматически становится правой. Что такое запутанность? Это означает, что состояние неопределившихся электронов сохраняется до своего измерения на любых расстояниях. То есть, система все еще является целой. Но в момент измерения вторая частица моментально реагирует на изменение состояния первой. Вот такой вот парадокс. То есть, объяснить мы это все-таки пока не можем? Я так понимаю. Ну, объяснить квантовую механику вообще очень трудно. Мы можем сказать, что это действительно так происходит. Но мы не можем сказать, почему мир устроен так. То есть, это то, что еще ученым предстоит выяснить? Поскольку наука не опирается на чудо и на некие такие магически необъяснимые явления, это просто еще то, что мы пока не в состоянии объяснить. Правильно? Я бы сказал, что как только мы переходим от состояния наблюдения за реальностью к состоянию интерпретации фактов, мы сразу переходим из области физики в области философии. Немножечко. И есть даже целая оценка, которая называется философия физики. То есть, есть разные, например, интерпретации квантовой механики. Там вероятностная Копенгагенская есть, но более альтернативные версии. То есть, например, когда у нас есть равновероятностные вещи, и происходит выбор, тогда у нас выбирается одна из вселенных, или даже есть более экзотические версии, что у нас на каждом шаге генерируется многое вселенной. Вселенная, так называемая, многомировая интерпретация квантовой механики. И вполне возможно, что мы просто наблюдаем конкретно эту вселенную, потому что мы в нее сейчас расщепились. Вот есть и такие версии. И каждая из этих интерпретаций, она не противоречит наблюдаемым фактам, но мы уже перешли в область философии, когда мы думаем об интерпретациях. Что касается телепортации, потому что, опять же, когда говорят о квантовой механике, в том числе упоминают и этот достаточно фантастический, как многим кажется, термин, но, тем не менее, это тоже реальность, я так понимаю, в какой-то стиле. Ну, то есть, в данный момент существуют идеи, каким образом телепортировать состояние частицы на большие расстояния. И как можно будет телепортировать большие объекты, это совершенно непонятно. Но благодаря эффектам квантовой запутанности телепортировать микрообъекты, мне кажется, что это вполне возможно. Как это происходит? То есть, каким образом можно телепортировать частицу, и что мы под этим подразумеваем? То есть, если я беру такую простую аналогию, есть некая информация о частице, она где-то с помощью, допустим, 3D-принтера повторяется точь-в-точь, как таковая, но это все-таки некая копия. А в данном случае о чем идет речь все-таки? В данном случае, ну вот давайте опять-таки опираться на то, что я примерно вам рассказал. У вас есть два частицы в разном состоянии, ну, как бы запутанном состоянии в двух концах Вселенной. И фактически измерив или определив состояние одной из частиц, мы моментально на дальнем расстоянии получили другую частицу в конкретно заданном состоянии. И вот эта вещь, наверное, может быть использована, но у нас не будет физического перемещения электронов из одного конца Вселенной в другую. У нас будет другой электрон, все электроны неразвлечимы, просто у того электрона будет состояние, которое благодаря вот такому странному дальнодействию моментально возникнет. То есть, по сути, речь идет о создании копии? Не о создании копии электрона, а о создании копии состояния. Сейчас мы сделаем небольшой перерыв, буквально на несколько минут. Дмитрий Бочаров, квантовый химик, у нас на прямой связи по скайпу. Оставайтесь с нами, скоро вернемся. Мы продолжаем эту программу «Абонент доступен». В студии работает Вадим Родионов, звукорежиссер Родион Золотарев. И сегодня у нас на прямой связи квантовый химик Дмитрий Бочаров. Дмитрий, еще раз здравствуйте. Телефон на прямого эфира в нашей студии 672-12-93-9, и 672-13-93-9. Звоните, задавайте свои вопросы, звоните из-за рубежа код плюс 371, и пишите в WhatsApp 230-619. Один по просьбе наших радиослушателей мы сегодня посвятили эфир квантовой механике, квантам. И вот Дмитрий нам объясняет парадоксы, которые возникают. В частности, мы говорим о квантовой запутанности, явления, которые до конца еще физики объяснить не могут, но существует достаточно много самых различных теорий. Ну вот как раз, опять же, вы упомянули философию физики, и вот этот знаменитый спор между Бором и Эйнштейном, когда Эйнштейн сказал о том, что Бог не играет в кости, а Нильс Бор ему ответил, что Альберт не надо решать за Бога. На самом деле, вот эта тонкая грань, когда физика уходит в философию, насколько она допустима, скажем так, в науке? Есть те вещи, которые нужно описать. И если мы говорим о философии науки, то были сформулированы Карлом Поппером в середине XX века критерии, что отличает научные исследования от гуманитарных, например, или философских изысканий. И одним из важных критериев является фальсифицируемость. То есть, если у нас существует какая-то теория, то у нас должен быть способ ее каким-то образом опровергнуть, показать контрэксперимент, и тогда одна парадигма может сменить другую. Философия. У нас нет каких-то экспериментов, с помощью которых мы можем доказать верность одной философской конструкции или другой. Но вот как бы грань по Попперу мне кажется достаточно логичной. Хотя вот мне иногда вот задают вопросы, а вот как квантовая механика сочетается с верой в Бога? Тут я могу рассказать другую историю из моей жизни. В определенный момент я, думая над квантовой механикой, понял вот эту странную вещь, что если, положим, у нас будет какое-то сверхъестественное существо, которое захочет вмешиваться в земные дела, оставаясь инкогнито, то квантовая механика – это замечательный способ делать это. Потому что у нас есть вероятностное развитие событий, и какая из веток вероятностных она будет осуществлена, зависит от воли случая, но вопрос, действительно ли это случай, или это, например, какое-то вмешательство высшей силы. Я очень поразился с этой мыслью и решил поделиться с моим другом физиком Вячеславом Кощаевым. И сказал, Слава, у меня вот такая конструкция возникла. Он сказал, Дима, нормально, у каждого физика, который в определенный момент над этим задумывается, появляются схожие мысли. Но тут опять-таки, что у нас разделяется? У нас разделяется, с одной стороны, изучение природы и наблюдение за правилами игры, и это физика, это наука. И до них интерпретация, почему это так, это уже мы можем перейти в область философии и религии. Вот Вячеслав Кощаев, которого вы упомянули, мне в интервью однажды сказал о том, что он является верующим человеком, он сказал, что доказательства Бога мне не нужны, он не подходит к этой истории как ученый, то есть он верит, это одна история, и наука, где нужны доказательства, это другая история. Но ведь в какой-то степени это тоже выглядит как противоречие. Не согласен с этим для ученых? Я не согласен, потому что вопрос веры – это индивидуальная вещь для каждого человека, и это не связано с научными изысканиями. То есть, есть знаменитая пари Паскаля, в конце концов. Паскаль сформулировал, что если я верю в Бога и ничего не теряю, но если я его не верю, то потом я могу потерять все. Ну, как бы позиция Паскаль мне достаточно близка в этом отношении. Кирилл Аганов, известный кристаллодор, Артем Аганов, вы помогли организовать это интервью, он был у нас в программе «Абонент доступен», он тоже как раз говорил о вере в Бога, о том, что он верующий человек, и о том, что ему тоже не нужны доказательства. Я так понимаю, что среди ученых это достаточно распространенная история. Я бы сказал, что среди ученых примерно все то же, что и среди обычных. Людей когда-то делали исследования, ну, достаточно мало верующих среди биологов или эволюционистов, но верующие там тоже встречаются. И это выбор не ученого, это выбор отдельного человека всегда. Квантовая механика, насколько изучена? Потому что, ну, если мы говорим об активной фазе развития наук, это там, ну, скажем так, лет 150, насколько далеко мы продвинулись? И какие вызовы сейчас стоят перед учеными, которые как раз специализируются на квантах? Да, то есть, если мы посмотрим, когда у нас она все зародилась, это было начало 20 века. Постоянно Планк когда-то? Когда Планк предложил свою версию, что существуют минимальные порции энергии, это было сделано, чтобы решить так называемую проблему ультрафиолетовой катастрофы. И изначально Планк думал об этом как о некой конструкции, которая поможет спасти классическую физику. И, более того, он пытался 10 лет после этого себя опровергнуть, что все не так. Не получилось. И потом в 10-20-х годах развитие квантовой механики, даже возникновение, оно было сроднено зарождению, даже, так сказать, географическому нахождению нового континента. То есть, мы не знали, что есть Америка, а потом внезапно ее открыли. И, естественно, в 20-е годы было сделано очень много. И некоторые физики, которые подключились к теме в 30-е, они очень жалели, что они не были на 10 лет старше. Потому что, я не помню, кто говорил, по-моему, Дирак говорил, что 10 назад Нобелевскую примену было получить гораздо легче. А после этого квантовая механика начала быть мощным инструментом, с помощью которых мы можем решать и прикладные задачи. те же самые полупроводники, то же самое материаловедение. Вот, например, я занимаюсь квантовой химией. То есть, практически никто не понимает, что это такое. Я попробую сейчас объяснить. У нас есть правила квантовой механики, которые работают в микромире. И все химические соединения, в принципе, тоже играют по правилам квантовой механики. Химия – это раздел химии, когда мы пытаемся предсказать химические свойства веществ или материалов, базируясь на принципах квантовой механики и квантовой физики. То есть, у нас есть правила игры. Эти правила игры мы применяем к отдельным атомам, электронам. И дальше уже переходим в макромир и говорим, а у нас это стекло будет пропускать видимый свет, но не будут пропускать ультрафиолет. У нас это вещество будет хорошо работать для мобильных телефонов и для процессоров в них и так далее. И вот сейчас можно сказать, что квантовая физика, она стала очень утилитарной, очень прикладной. И практически куда бы мы ни посмотрели сегодня, практически все устройства, все гаджеты – это следствие того, что мы достаточно хорошо знаем квантовую механику. Вы упомянули фразу «правила игры». Если мы говорим об общей физике, то есть ньютоновские законы, есть то, что внес Эйнштейн. Насколько хорошо известно ученым правила игры в квантовом мире, если можно так выразиться, учитывая, что далеко не все мы о нем знаем. Ну, я бы сказал, что сейчас, мне кажется, что базовые вещи уже изучены. И сейчас квантовую механику можно назвать в том числе рабочей лошадкой, которая помогает создать конкретное устройство. Там квантовые точки, какие-то для миниатюрных транзисторов. И если, например, идея метрологические вещи, то переключить на частичную квантовую механику, значит метрологические вещи. У нас есть основные семь физических величин. И это было достаточно странно, что, например, килограмм – это у нас образец, который хранится во Франции, гилька. Естественно, она будет менять свой вес, лицеокисление и прочее, а это фундаментальная величина. И вот до 2019 года, до 20 мая, вот действительно у нас образец фундаментальной величины килограмма – это была гиря. А после этого мы переключились на фиксацию килограмма с помощью постоянной планки. С практической точки зрения величина килограмма в магазинах у нас, например, не изменилась. Но теперь есть природный прототип, который определяет килограмм, и мы независимы от каких-то там явлений, что случится с железным бруском. Вы упоминали квантовую механику в контексте микромира, но ведь в космологии, в астрономии квантовая механика тоже используется весьма активно. Ну, то есть, сейчас я сформулирую, наверное, так. Когда мы смотрим, например, на спектры каких-то тел, ну, например, если вы возьмете поваренную соль, кинете ее в горелку, что у вас произойдет? Каждый, наверное, видел, что газ начинает желтеть. Видели, да, такое? С чем это связано? С тем, что в натрии хлор есть натрий. Натрий, когда его нагревают, он начинает излучать желтые линии. Вопрос, почему именно желтые линии? Потому что у нас есть натрия атома, да, атомы натрия. Там есть совершенно комплектный энергетический спектр, который возник. Почему? Потому что у нас есть правила квантовой механики. И в этом энергетическом спектре есть переход электронов с одного уровня на другой, который при переходе дает нам желтое излучение, которое мы видим своими глазами в макромире. То есть, безусловно, квантовая механика, она описывает правила жизни маленьких объектов, но эти маленькие объекты могут проявлять себя как-то и в большом окружающем на нашем мире. То есть, микро и макромир, на самом деле, они пересекаются очень часто? Да, безусловно. Если говорить об Эрвине Штрёденгере и его знаменитом эксперименте, Кур Штрёденгере, это ведь тоже, можно сказать, начало квантовой механики, вот этот мысленный эксперимент, который он поставил. Ну, мысленный эксперимент про кота – это то, о чем я сегодня уже рассказывал, это вероятностное состояние какого-то объекта. То лежит, то лежит. Да, если у нас есть электрон, то вроде всё логично. То есть, о чем нужно принять, что он будет либо в одном, либо в другом состоянии после измерения. Но как только мы переносим мысль, что мы измерили кота, и увидели, что он живой или мёртвый, но до этого момента он находится в промежуточном состоянии, у нас сразу возникает непонимание и ощущение парадокса. Здесь можно вспомнить слова Эйнштейна о том, что Луна существует не только тогда, когда мы её видим. Правильно это к этому относится? Вот не совсем понял, к чему именно вы процитировали, поэтому не могу не согласиться, не отказаться. Кота, он либо жив, либо мёртвый, правильно? Эксперимент заключался в том, что мы не видим кота. Да, мы не видим кота. Мы можем только предполагать. Смотрите, у нас есть электрон, который находится в каком-то вероятностном состоянии, мы его измеряем, и мы говорим, о, а состояние такое. Но до момента измерения, вот парадокс вантовой механики, что у нас нет конкретного состояния, у нас есть только вероятность. А для кота, который у нас макрообъект, мы не видим его состояние. Его состояние зависит от того, распалась или не распалась частица, которая живёт по правилам квантовой механики. И вот основной вопрос, можем ли мы переносить вероятностные вещи, то есть электрон находится спинном вверх или спинном вниз, на макрообъекты. Кот жив или мёртв одновременно. Вот в чём парадокс. У нас звонок. Здравствуйте, как вас зовут? Добрый день, Александр. Да, Александр, слушаем вас. Скажите, пожалуйста, как квантовая механика способствует прогрессу в области искусственного интеллекта? И какие, по-вашему мнению, последствия возникновения искусственного интеллекта? Я имею в виду, так сказать, любая система по мере своего совершенствования стремится к разрушению. Спасибо. Спасибо. С искусственным интеллектом есть? Ну, с искусственным интеллектом, но если говорить очень общее, то практически все компьютеры, которые мы видим вокруг себя, это следствие квантовой механики. Если бы не было квантовой механики, не было бы электроники, если бы не было электроники, не было бы компьютеров. И, соответственно, мы говорим об искусственном интеллекте. Почему? Потому что возможности компьютеров сильно возросли. А вот про особенности компьютерного интеллекта, наверное, более корректно вам скажут специалисты из той области. Есть интересные книги, например, Матя Како, он пытается предсказать физику будущего. И, по-моему, там есть эти разделы. Но вот основной вопрос, согласно про искусственный интеллект, это сможет ли компьютер когда-то по мощности быть сравним с человеком и его мышлением. И вот я имел возможность задать вопрос небезызвестной Татьяне Черниговской, которая является специалистом по Cognitive Science. Она изучает мозг. Да, нейрофизиология. То есть, по ее мнению, есть ли сейчас такой компьютер, который сможет записать столько же информации, сколько наш обычный человеческий мозг? Ну и Татьяна ответила, что возможности человеческого мозга пока еще многократно превышают возможности любого компьютера. И это при том, что компьютер уже обыгрывает человека в шахматы, компьютер быстрее решает какие-то задачи, но человеческий мозг ему обойти все равно не удается. Ну, как шахматист, я когда-то занимался шахматами, я принял из мастера спорта, я тоже думал, будет ли шахматы конченную игру еще в 90-е. Мне казалось, что да. И, в принципе, почему компьютеры выигрывают? Потому что они просто перебирают варианты дальше, глубже и безэшопочнее. Но мозг гораздо более пластичен, многообразен. Сейчас идут попытки развития туда, но, например, память человека пока еще с специфическим принятием решений и так далее, оно с трудом эмулируется на компьютере. Да, и есть еще вот интересная вещь, что тоже среди физиков, например, если вы почитаете Пенроуза, есть большой спор, является ли мышление квантовым процессом или нет. И на эту тему тоже написаны целые книжки. Что касается перспективы квантовых компьютеров, потому что Латвия является стороной-лидером, учитывая, что здесь работает группа Андриса Амбенеса, и он сам является одним из топовых специалистов, теоретиков в области квантовых компьютеров. Насколько большие перспективы у этого? Как вы считаете? Да, может быть, я поясню вначале, что такое квантовый компьютер, квантовый компьютер работает с информацией по квантовым правилам. Мы немножечко поговорили о квантовой запутанности частиц, то есть это означает, что мы определяем состояние системы в момент измерения, а до этого в момент системы функционировали по своим квантовым законам. И вот выясняется, что если осуществить вот такой процесс, когда мы даем какую-то информацию, позволяем в системе играть по правилам квантовой физики и потом извлекаем из нее информацию, оказывается, информация обрабатывается в десятки и сотни раз быстрее, чем на обычном компьютере. Для того, чтобы все это было реализовано, требуется использовать специальные квантовые алгоритмы математические. И вот чем конкретно занимается Андрис Амбенес? Он не занимается созданием систем, которые будут играть по правилам квантовой механики, он думает, каким образом создать алгоритмы математические, которые можно будет использовать. И если говорить о развитии, то в 90-е нулевые годы, в самом начале, был большой успех, что ура, мы сделали систему, которая работает из двух квантовых битов стабильно. А сейчас уже речь идет о десятках битов, и виден явный прогресс. Я не знаю, случится ли это, например, при моей жизни, но я не исключаю такой возможности, но мне кажется, что квантовый компьютер рано или поздно будет создан, и это гораздо более реально, чем, например, термоядерный синтез на Земле. Но если это все случится, то, с одной стороны, это будет громадная победа и громадный выигрыш в быстродействии, но, с другой стороны, все, например, алгоритмы криптографии, которые используются в банковской системе для надежности, они будут моментально сломаны. То есть, это будет такое небольшое потрясение. То есть, как раз, когда говорят о квантовом компьютере, говорят о том, что к нему, к этому потенциальному устройству, есть большой интерес со стороны военных, потому что можно взламывать все существующие коды. Но я бы сказал, что к любой продвинутой физике есть большой интерес военных. Но военные, на ваш взгляд, являются мотиватором и вообще военной разработки, стимулом для науки? Потому что вопрос, это, конечно, сложный, учитывая, что Манхэттенский проект и так далее и тому подобное, но, тем не менее, часто какие-то военные разработки потом приводят к гражданским достижениям в гражданской сфере. Это уже вопрос из физической роли. Это, к сожалению или к счастью, но да, мир устроен так, что действительно человечество разрабатывает мощное вооружение. И опять мы, когда начинаем думать о перспективах, мы опять идем в область философии, в область социологии, и дальше каждый ученый верит что-то свое. Например, мне бы очень не хотелось, так утопично, чтобы у людей случился некий мыслительный фазовый переход, когда агрессия будет каким-то образом сединена на нет. Ну, то есть, как бы мир Ефремова, фантаста. Но будет это так или нет, не знаю. Почему бы хотелось бы, потому что в противном случае наша мощь очень сильно возрастает, а первобутный инстинкт остается. Ну, и вопрос тогда, выживет ли человечество вообще как таковое или нет. Мне бы хотелось, чтобы выжило и каким-то образом перестроилось в какие-то новые правила игры в обществе. Но для химика сегодня есть такие вызовы, потому что, ну, мы знаем примеры, когда создавали удобрения, которые потом становились сильнейшими ядами, из них делали химическое оружие, отравляющие вещества. А вот если говорить о базарте, решении какой-то задачи, решении какой-то проблемы, которая может привести к созданию сильнодействующих отравляющих веществ. Как химики с этим живут, скажем так? Ну, на самом деле, так как я материаловед, то я не пытаюсь моделировать какие-то яды. Но в момент, когда делается какое-то исследование, вот по критериям многих европейских проектов, есть критерии безопасности для внешней среды. И поэтому, например, некоторые соединения мушьяка, очень там хорошие по многим свойствам, на них не хватно дают деньги, то есть в некотором смысле ограничивая научные исследования. На ваш взгляд, создавать оружие, опять же, я вспоминаю, Манхэттенский проект создания ядерной бомбы, это была очень серьезная задача, которая стояла перед учеными. Это интересно создавать оружие, вот как вы считаете? Я понимаю, что вы этим не занимаетесь, но, тем не менее, если порассуждать на тему. Ну, то есть, я бы сказал, что процентов 90 ученых, которые действительно реальные ученые, они пытаются, например, каким-то образом лоббировать свои интересы в науке, они, прежде всего, увлеченные люди, и для них очень важно найти интересную задачу и порешать ее. Вот такой тест для увлеченных людей. Вот вы проснулись в воскресенье дома, и вот захотите ли вы пойти на работу и поработать чуть-чуть, потому что интересно. Вот если да, то тогда, значит, у вас есть шанс быть продвинутым программистом, либо ученым. Поэтому, безусловно, в момент решения задачи ученый может, я думаю, не задумываться над тем, что он решает, ему просто очень хочется покопаться, а как же на самом деле оно есть. Но, опять-таки, я, к счастью, никогда не работал никогда в военных проектах, надеюсь, не буду этого делать. Но, безусловно, я понимаю, что у ученых, которые в той сфере работают, явно должно быть внутреннее напряжение, потому что там важны и сроки, и конкретная реализация задач в ограниченное время. Ну, если вы почитаете, например, биографию и воспоминания Курчатова и его соратников, ну, как они работали. Спасибо, Дмитрий Бочаров, квантовый химик, доктор наук, был сегодня с нами на прямой связи. Говорили мы о квантовой механике, это была программа «Абонент доступен». Эфир провел Вадим Родионов, звукорежиссер Родион Золотарев. Спасибо, Дмитрий, всего доброго.